Уважаемые коллеги, доброе утро. Здравствуйте. Разрешите вас поприветствовать на форуме, посвященном развитию палиативной медицинской помощи взрослому населению и детям. Форум проходит для Сибирского федерального округа. Проходит для нас в очень непривычной обстановке. Учитывая, что он у нас уже пятый, и для нашей команды участие в таком формате не очень привычно. Мы, конечно, много ездим, мы, конечно, общаемся и встречаемся, и живое общение очень сложно заменить. Однако ситуация сейчас такая, что приходится искать новые пути взаимодействия. Зачастую они, на самом деле, оправдывают наши ожидания, учитывая, что подключиться, пообщаться можно со своего рабочего кабинета, можно находясь в отпуске, да можно даже находясь в транспорте. Но самое главное, что мы вместе, что мы обсуждаем актуальные и насущные темы нашей работы, делимся опытом. И сейчас разрешите вас поприветствовать на этой платформе. Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи продолжает свою работу. И, найдя вот такую форму общения, мы начинаем сегодня наш очередной форум в Сибирском федеральном округе. И я вас на нем, коллеги, приветствую. И сейчас разрешите передать слово для приветствия Елене Владимирович Полевиченко, профессору кафедры онкологии, гематологии, лучевой терапии Российского национально-соединского медицинского университета имени Пирогова, главному нештатному детскому специалисту популятивной помощи Министерства России, члену правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи. Елена Владимировна, вам слово. Спасибо, Диана Владимировна. Доброе утро, коллеги. В Москве раннее утро, в Сибири трудовой день. Мы рады всем. Мы ждали эту встречу, готовили ее. И мои особенные слова тем, кто работает с детьми, потому что это работа для неравнодушных людей вообще, а для неизлечимо больных детей, наверное, и в Кубе для небезразличных. Сибирь всегда была территорией развития нашей страны. Нам хочется верить, что и в отношении палеоативной помощи это тоже будет так. Программа сегодня подготовлена разнообразная. Оставайтесь с нами, переходите с секции на секцию. Там много перекрестных интересных тем. Мы рассмотрим питание, организацию, психологические аспекты. Все, что вы каждый день на рабочем месте считаете для себя актуальным. Мои приветствия и не будем затягивать. Елена Владимировна, передаю вам дальнейшее. Спасибо огромное, Елена Владимировна. Уважаемые коллеги, не будем нарушать традиции. Мы же с вами сейчас в Сибири, поэтому зачастую, мы практически постоянно, когда мы находимся в каком-то языке из регионов, и туда приезжают представители всего округа, конечно, мы взаимодействуем с региональными Минздравами, конечно, мы взаимодействуем с людьми, которые на местах принимают решения, берут на себя ответственность и, собственно, развивают палеоативную помощь. И сейчас разрешите для приветствия передать слово заместителю министра Алтайского края Белотской Наталье Сергеевне. Наталья Сергеевна, спасибо вам. Ждем вашего приветственного слова. Елена Владимировна, искренне рада всех вас приветствовать на нашем форуме. Жаль, что вот все-таки эта инфекция не позволяет нам общаться вживую, поскольку, ну, живое общение действительно ничем заменить, в принципе, невозможно, особенно в такой сложной теме, как палеоативная помощь, это особенные пациенты. Замечательно, что в последние несколько лет к нашим пациентам такое пристальное внимание, причем со стороны самых высоких, скажем так, эшелонов, да, сам президент, по сути дела, держит данную тему на контроле. И наши пациенты стали чувствовать отдачу, решаются вопросы с обеспечением оборудованием, другое отношение в обществе формируется, качество жизни наших пациентов меняется, хотя еще есть много нерешенных проблем, и именно вот такое общение, оно позволяет в более короткие сроки обмениваться своим опытом, делиться своими наработками. И искренне надеюсь, что те беды, которые свалились на нас в текущем году, все-таки нам удастся их преодолеть, и мы будем с вами общаться уже на других площадках и действительно вживую. Всем хочу пожелать удачной работы. Наталья Ивановна, огромное спасибо, уважаемые коллеги. Наталья Ивановна, вы сейчас сделали наш день, потому что на самом деле живое общение – это живое общение, но живые люди, живые глаза и улыбки, понимание наших руководителей и администрации, и руководителей органов исполнительной власти в сфере охраны здравоохранения – это крайне важно, потому что действительно мы, к сожалению, сфера развивается всего одно десятилетие. Мы с 2011 года только в правовой базе. Конечно, конечно, много что нужно решить, и к чему не подступишься везде, вот еще это нерешенное, а это не делалось, а это не происходит. Поэтому, Наталья Ивановна, огромное вам спасибо за то, что вы вообще развиваете это направление, и мы очень хотели быть в этом году в Алтайском крае, к сожалению, не получается, но я думаю, что все еще впереди, и мы будем рядом, и будем взаимодействовать. И я, Владимир Владимировиченко, и я, как главный штатный специалист популятивной помощи, директор федерального центра, мы готовы к общению, мы готовы к взаимодействию, и мы даже уже начали выезжать на рабочие совещания в другие регионы, и мы были недели назад в Хабаровском крае. И думаю, что мы готовы взаимодействовать, и если необходима поддержка, у нас есть специалисты, эксперты, и основной, одной из наших основных целей сейчас региональные программы, развитие региональных программ, и мониторинг их исполнения. Какой у нас сейчас мониторинг? Конечно, только радовать нас, каждый день радует и радует. Наталья Ивановна, с силами, здоровья, и спасибо вам большое и всей вашей команде. Спасибо огромное, ждем вас у себя. Спасибо. Спасибо, Наталья Ивановна, хорошего дела. Уважаемые коллеги, прекрасно, и цветы, и все как нужно. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, давайте начнем работать. У нас сегодня большой день. Мы сегодня взаимодействуем, в первой половине дня мы говорим о организационных вопросах палеоативной помощи, о выписке назначения опиоидных энергетиков, о работе взрослой детской службы. И далее мы делимся на два потока. Я далее все расскажу, каким образом нам переключаться. У нас есть возможность общения, мы без этого никак не можем. Поэтому мы можем смотреть, вы можете смотреть трансляцию форума также на мобильном приложении. Конечно, будут возникать какие-то сложности, и мы будем подключаться поэтапно, количество людей увеличивается постепенно. мобильное приложение, которое называется «Ассоциация хосписной помощи форумы», АХП-форумы. Его, конечно, нужно скачать на свой гаджет или смартфон, или телефон, или компьютер. И через этот телефон я в любом случае рекомендую вам его скачать, потому что это одна из платформ для общения и коммуникаций. Это приложение остается в нем, особенно если это в мобильном приложении, в мобильном телефоне, в нем в любой момент вы можете открыть любой из форумов, который проходил, ассоциации проводился в регионах. Вы можете посмотреть любую презентацию, увидеть доклады наших лекторов. Вы можете провзаимодействовать тут же с партнерами ассоциаций, которые помогли нам сегодня в проведении этого мероприятия. Очень важно, что мы можем общаться. То есть чат в этом приложении, три буквы А, ХП-форум. Чат в этом приложении, он постоянно действующий. То есть помимо общения, еще вопросы, на которые мы будем отвечать. Также вопросы лекторам сейчас вы можете задавать. Направим вы их по каналу WhatsApp на номер 968-612-10-13. У всех участников, когда вы регистрировались, есть эта информация про этот телефон. Если у нас будет позволять время эфира, я очень надеюсь, что оно будет позволять, мы ответим на эти вопросы в онлайн-режиме. И для этого временно у нас предусмотрено. Или, если в какой-то момент вы не спросили, постеснялись, не возникло вопрос, возникло позже, пишите, пожалуйста, в это же приложение, или на этот же телефон, или в конце концов на электронный адрес Ассоциации коспесной помощи, этот сайт работающий, и вы получите ответ в письменном виде. Если что-то необходимо экстренно решить, то мы решаем в телефонном режиме и всегда взаимодействуем. На странице прямой трансляции в активном окне слева внизу есть информация о наших партнерах. Уважаемые коллеги, это ссылки на тех партнеров, которые помогли нам первое сегодня в проведении, как я уже сказала. Основное — это те сотрудники, те компании, которые работают в нашем управлении, и мы можем с ними прощаться по разным актуальным вопросам. Я очень надеюсь, что я все сказала. Далее я сейчас не буду об этом, это как переход. После перерыва в 9.10 по московскому времени мы уйдем на перерыв, и, соответственно, в 9.20 мы уйдем на перерыв, и далее разделимся на детскую и взрослую секцию, и наша трансляция пойдет по двум потокам по вопросам палиативной помощи взрослым и по вопросам палиативной помощи детей. Коллеги, вы можете включаться, отключаться, отходить по каким-то вопросам, снова возвращаться. Мы сегодня весь день с вами до 15.10. Если какие-то есть вопросы к Елене Владимировне Полевиченко, хочу обратить ваше внимание, что Елена Владимировна Полевиченко сегодня с нами до часа дня, поэтому все вопросы, если онлайн, по режиму, если вы хотели догадать, то, пожалуйста, задавайте, Елена Владимировна, на своей секции по детям ответить на все эти вопросы, или если по организационной части, то мы ответим на них в конце первой части. Уважаемые коллеги, еще раз, программа насыщенная, программа затрагивает все актуальные вопросы нашей сегодняшней деятельности, организационные, вопросы обезболивания, лечения тягостных симптомов, вопросы оказания респираторной поддержки, сестринские, врачебные вопросы, и тут мы должны с вами сейчас тоже взаимодействовать. Если вопросы по организации главных внештатных специалистов, мы в скором времени у нас будет видеоконференция «Связь», и это будет профильная комиссия Сибирского федерального округа, где будут только главные внештатные специалисты и представители органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья. Конец сентября, 27 число. И, пожалуйста, на этот день поставьте нас в свою книжечку, в свой календарь, потому что там мы будем вопросы обсуждать именно организационные, именно вопросы дорожной карты, вопросы реализации программ целевых и прочее. Поэтому сейчас у нас все-таки образовательная немножечко история, менее организационная, чем клиническая. Итак, уважаемые коллеги, разрешите начать работу, и я очень надеюсь, что организаторы поставят сейчас мою презентацию. И мы тогда начнем. Итак, коллеги, мы обсуждаем сегодня вопросы организации оказания палиативной помощи. Буквально ежедневно, ежеминутно у нас возникают новые вызовы, мы должны решать новые проблемы. И сейчас в рамках того, что в 2019 году произошло изменение в законодательстве... Так, Марина мне пишет, что она не получила мою презентацию. Вот, начинаются непреодолимые обстоятельства. Марин прислала на почту Палиум. Сейчас, уважаемые коллеги, я тогда полсекунды... Хорошо. 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 Продолжение следует...